Такую кашку можно есть, начиная с младенческого возраста и до глубокой старости. Например, из вареной морковки мы усваиваем в 5 раз больше каротиноидов. А вареные кабачки содержат важные для глаз питательные вещества, поэтому такая кашка поможет поддержать здоровье не только желудочно-кишечного тракта, но и здоровье глаз. Итак, приступим к долгожданному рецепту каши из кабачка для всей семьи. Одну среднюю луковицу я порезала самыми мелкими кубиками. Одну среднюю морковь потерла на самую крупную терку. Лучок и морковка придадут особый аромат этой каши, а морковочка еще и раскрасит блюдо яркими красками. Беру сковородку с толстым дном, наливаю немного масла и тушу морковку с луком до прозрачности и мягкости. А тем временем занимаюсь кабачком. Я его уже очистила от кожуры. Нарезаю кабачок очень мелкими кубиками и отправляю к луку с морковкой. Овощи немного подсаливаю и тушу. И как только кабачок даст сок, добавляю к нему ложечку сметаны. Немного тушу со сметанкой, чтобы кабачок напитался сливочным ароматом и добавляю рис. Пару горсточек риса добавляю в кашу и хорошенько все перемешиваю. Если хотите получить рассыпчатый рис, то лучше его немного не дотушить. Если хотите размазню, рис нужно потомить подольше. Эту кашку с удовольствием будут кушать не только взрослые, но и дети. Подавать можно обязательно с маслом. Честно говоря, я не ожидала, что получится так вкусно. Вместо сметаны вы можете добавить ложку сливочного масла. Думаю, что принципиальной разницы нет между сметаной и маслом. Просто сметана чуть мягче делает кашу. Ведь сама жизнь подсказывает рецепты. Кабачок дает много жидкости. И чтобы ее убрать, нужно добавить рис. И получится очень вкусная каша. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале!